Книга «Открытым оком», том 17. Тема «Потеряевка». Вопрос 3172. «Можно ли опыт православного поселения, как у вас, распространить по всей России?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы имеете в виду просто жить компактно, как командинцы немцы, и работать до седьмого года ежедневно или еще лучше не просыхая, а при том не пить, не курить, чуть-чуть старше. Или же, зная наш устав, имеете в виду ставить на первое место заповеди Евангелия и быть православным. Наша задумка осуществилась, но в этом не наша заслуга, а то, что Бог благословил нас намного раньше начала восстановления поселка Потеряевки. Мы с братом Протереем и Акимом уже были обращены к Богу и старались жить по Евангелию. Нам содействовало то, что это наша бывшая деревня и в окрестных деревнях. Есть наши родственники, и это сглаживало вражду диких языческих племен, иначе стойбищу Авраама не устоять бы на пути в Ханаан. Хотя и мизерные площади, но и земля, получен статус. Но даже при самых благоприятнейших условиях создать подобное поселение практически на данном этапе развития в России почти-почти невозможно. Нет кадров. У нас 15 лет позади и уже есть определенный опыт по этому вопросу. Люди собираются не по убеждению, а по нужде. И потому они постоянно бунтуют против устава. То им не нравится пояс носить и рубашку на выпуск. А великое ли это дело? Их томит само общение с верующими, хотя нравится, что тут не свернословят, не воруют. Но сами они постоянно льнут внешне, и нет в том раскаяния. То пить начинают, впадают в прежнюю свою прозаическую пьянку, а до этого вел себя вполне прилично, то чуть оклемался, и старая закваска повыперла наружу. Люди из города, им постоянная тяжелая работа с навозом и без выходных надоедает. Тут нужен иной материал. Была песня первоцелинников. Ой, ты зима морозная, трактора мы вместе рядом поведем. А на самом-то деле... Она делит этот тракторам вместе, не водит, да еще и рядом. И если возлюбленная трактористка, то она пропитана мазутом, пылью, потом. Какое уж к ней влечение у такого же трудяги. А кто писал слова, песни, музыку и кто пел? Они-то сами хлебали ли эту пыль из-под тракторов, когда не сги вокруг. Так и в селе ныне, и тем более, где жить нужно строго по правилам и заповедям Божьим, по уставу и по внешней форме. А жить-то в каком поселении, в таком поселении одно сплошное удовольствие. И это доказывают те, кто живет у нас. Дети при них, их можно воспитывать в законе Всевышнего. Когда-то, еще до революции, Россия была аграрной. Люди работали намного больше и без машин, хотя веры евангельской не знали. Нам не хватает тех людей. Мы писали, давали объявления и можем сказать, что на несколько миллионов человек нашлось всего-то несколько таких, кто решился жить по закону Иеговы. Может, где-то и есть такие люди, может, они ищут такое место, но мы на них не смогли выйти. Да и та свобода, что есть у нас, думаю, недолго продлится, нужны добровольцы. А их творит только Господь. Бытие 3.4.15 Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете, как мы, чтобы у вас весь мужеский пол был обрезан. Филиппийцам 1.14 Чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольным. Мы разные. На всех не угодить, настолько разные не высказать словами. Тот экстремал, а этот ищет тишь, чтоб на него не дули, не плевали. Кому-то дождь, как долгожданный гость, горит и сохнет в огороде, в поле, а этому проехать бы через трухлявый мост. И ничего он знать не хочет более. Иные плачут, что детишек нет, и от бескормицы ни в пост они страдают. Уэта же подол дырявый словно сеть, подвойни в год любимого одарит. И все мы дети одного отца. Отца зовут великим и еговой. Мы все деревья, а земля нам сад. Главенствует над всем евангельское слово. Мы разные. Как овощи в корзинке с талантами в рассрочку и в кредит. Подвижники, бойцы. А есть совсем разини. В какую бы одежду ни рядись. Никто не лишний. Всех зовет Всевышний. На вечерю к великому Иисусу. Там цвет героев безразмерно. Пышный. Прошедший тесниной очень узкой. Мы разные. Но нас объединяет любовь и кровь Иисуса на Голгофе. Она всегда и неизменно с нами. Как бы себе мы не казались плохи. Не враждовать, а жить в любви и в согласии. Возможно там, где полная покорность. Христу и Библии. Во славе в великласном. Они лелеют нас, боюкают и кормят. Терпимость же, а кое столь хлопочет никчемно и терпенью не черта. С характером живые. Мы не селедка в бочке. Без Бога цели нет, а глупая мечта. 30 июня 2006 года. Игнатий Лапкин.